В прошлой серии бедная Настя. Зачиха ранена. Она может умереть? Маменька так убедительно говорила, что она украла ребёнка. Она очень любит вас, Лиза. Да я готова была отречься от собственного ребёнка, лишь бы сохранить ей жизнь. Почему ты согласился? Жениться на Татьяне? Ведь это не твой ребёнок. У нас есть ещё несколько дней. На что? Чтобы, наконец, вывезти её отсюда. О, курва мать! Даже на вашем родном польском языке это звучит неприлично, госпожа Калиновская. Ох, не будите меня, молодую, за утро мы рвала на заре. Хороши. Чудо, как хороши. Не правда ли? Они удивительно подходят к тому ожерелью, которое ты только что спрятала. Я ничего не украла. Это ещё в Петербурге мне госпожа Болтова подарила. Ах, Полька, Полька. Тебе так к лицу эти украшения. Нет, правда. Жаль только, что там, куда ты отправишься, тебе не разрешат носить эти драгоценности. Куда это я отправлюсь? Я же наказана. Сами видите, сколько работы на меня навалили. Поль, не жалуйся. Ведь есть места и похуже. Тюрьма, например, или каторга. Что-то я не пойму. К чему вы клоните, Карл Надетович? К тому, что царь-батюшка не жалует людей, которые нарушают его приказы. Да что это вы на меня наговариваете? Зачем пугаете? Я тебя не пугаю, Поленька. Просто предупреждаю. Все секреты, которые скрывали здесь, в поместье, я раскрыл. И теперь мой долг сообщить. Куда следует. Так я-то здесь при чем? Я ничего не сделала. Вот и плохо, что ничего не сделала. А должна была бы сделать. Ну, ничего. Боженька, он все видит. Все свое получат. И те, кто царских ослушников скрывал, и те, кто промолчал. В награду за ожерелье. Спасибо, Таня. Можешь идти. Угу. По-моему, все ртук сидит просто замечательно. Так больше продолжаться не может. Мне сказали, что ты отказываешься отвечать на вопросы и требуешь встречи со мной. У меня не было иной возможности повидаться с вами. А ведь нам надо поговорить. О чем? Вы опять предали меня там, в избушке с Лизой. Марфа. Но я не за этим просила свидания. Я готова забыть все ради нашей дочери. Я непременно разыщу ее. Григорий. Григорий. Где ты, черт возьми? Я, конечно, не Григорий. Хотя чем-нибудь могу помочь и я. Мне не жаль, что огонь, сокипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любви. Я все-таки тебя люблю. Душа моя, при имени твоем трепещет. Печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, создателя, молю. Я за тебя, создателя, молю. Я за тебя, создателя, молю. Вы с ума сошли? Что это? Что это на вас? Вам не нравится мой туалет? Ради вас люди рискуют всем. Вы этого не понимаете? Я перепачкалась в конюшне. Нужно было переодеться. Если вас узнают, нам обоим грозит тюрьма. Но если обоим, то это не так страшно. Не обольщайтесь. В одну камеру нам не попасть. Жаль. Очень жаль. Тогда бы мы остались наконец-то наедине. Шутки в сторону, Ольга. Если вы готовы рисковать собственной жизнью, пожалуйста. Но не забывайте. Вы ставите на карту жизни других людей. Я надеюсь, что речь идет не о бане. Я начинаю жалеть. Что вы не убили себя по-настоящему. Признайтесь. Вы бы скучали, если бы я умерла. Ведь нам так весело вместе, Владимир. Обхохочешься. Вы ведь привыкли веселиться, издеваясь надо мной. А я знаю вас гораздо лучше, чем вы думаете. И вам нравится, когда я вас мучу. Чего вы хотите? Остаться здесь. С вами. В качестве вашей жены. Хлеб да соль, Андрей Платоныч. Ем да свой, Карл Модестович. А я в компанию не навязываюсь. Так и ступайте, куда шли. Или имеете намерение угоститься за мой счет? Не угадали. Что же вам нужно? Не тяните. Необходимо содействие в одном весьма важном деле. Важном для кого? Для Российской империи. Однако. У меня есть важные сведения о цесаревиче и его любовнице. Вот так. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Так они сами мне разрешили их взять, чтобы пойти в соседнюю деревню и купить... Чтобы что купить? Купить припасы. Никита же у нас основательный, обо всем заранее думает. И Варвара сама тебе их доверила? Как видишь, доверила. И Никита тоже. Думаешь, если люди когда-то враждовали, то им и не помириться вовсе? Варвара обо мне очень заботится. Она обещала заступиться за меня перед барину. Ты просила ее об этом? Вовсе не просила. Никита сам. Что, я сам? Ты разрешил деньги взять. Деньги? Какие? Ну, те самые, которые на свадьбу отложил. Ну, ты же сам сказал мне взять деньги, чтобы потихоньку начать готовить припасы к свадебному столу. Скажи ей, Никита. Ну, скажи мне, Никита. Да, Аня, она не врет. Ой, Господи. Спасибо, Никита. Век не забуду. Ну, рассказывай, что задумала. Я сразу хотела тебе рассказать. Но тебя рядом не было. А мне побыстрее. Побыстрее взять деньги и сбежать. Да нет, что ты. Ну, кого ты хочешь обмануть? Я же все твои уловки знаю. Ну, да. Видно, придется Ане рассказать, что я не разрешал тебе брать денег. Хорошо. Я расскажу тебе. Мне известна одна тайна. И она вот-вот раскроется. Тебя послушать, весь мир вокруг тебя вертится. Какая еще тайна? Страшная. Большие люди в ней замешаны. Ну, а ты-то здесь при чем? В тюрьму меня отправят. Почему? Да потому что молчала. А молчала, потому что, если бы я заговорила, то многим бы людям не поздоровилась. Заступиться за меня некому. Ну, побег не спасение. А что же делать? Ну, расскажи мне все. Я подумаю, как тебе поступить. Ты права. Невыносимо чувствовать твои подозрения. Я не хочу мучить тебя. Ну, я все понимаю, Андрей. Но, когда я вижу вас с Татьяной вместе, я представляю себе, как ты ее... Ну, как вы. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы так и сделал. Но мы оба знаем, что это невозможно. Нам надо найти какой-то выход из этого положения. Если ты каждый раз при виде Татьяны будешь замирать, как перед прыжком в ледяную воду, наша жизнь превратится в ад. Я понимаю. Я смогу простить тебя. Я... Я уже простила тебя. Я не знаю, смогу ли я забыть. Наташа, ну, ты должна. Ну, как? С сегодняшнего дня заставить себя не вспоминать, что ты спал со своей крепостной. Что она ждет от тебя первенца. Я не знаю, что делать. Ну, может быть... Ну, пусть она не помогает тебе деваться, я не знаю, не прислуживает за обедом. Не смотрит на меня. Не ходит рядом со мной. Не дышит со мной одним воздухом. Да! Ну, тогда ей нет места в нашем доме. Хочешь, я отошлю ее? Хочешь? Вы верите, что книги не украла моего ребенка? Нет. Она не могла. Но она ведь призналась. Ее дочери грозила серьезная опасность. Любой человек признается в такой ситуации. В такой ситуации люди говорят правду. Не могла же она признаться ради чужой дочери. Мария воспитала Лизу. И она ей как родная. Нет, 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 нет. Нет, Мария, она не могла украсть младенца. И вы верите? Да, да. Мария меня в этом убедила. Ради спасения Лизы. Господи. Господи, да откройте же вы глаза. Ваша жена убедит кого угодно и в чем угодно. А когда она стреляла в вас, она убедила всех, что вы погибли на охоте. Это я довел ее до этого. А барон Корф в чем провинился? И в этом моя вина. А на ее совести выходит не пятнышко. Ты себе представить не можешь, как несчастна эта женщина. Не делайте из нее великомутий национал. Живая, коварная, хладнокровная женщина. Все, довольна, Марфа. Я не собираюсь обсуждать мою жену. Хорошо. Ты сказала, что хочешь поговорить о нашей дочери. Слава Богу, вы верите, что я родила дочь. Я найду ее. А вы действительно хотите узнать, кто же такая Анастасия? Теперь я в этом уже не уверена. Ну, хотя искренне жаль бедняжку, у нее сумасшедшая мать. Простите ради Бога, но Марфа никого вам не напоминает? Да, я тоже об этом подумала. Как ни прискорбно, моя мать и Марфа во многом схожи. Вот такие у моего отца пристрастия. Ваш отец хочет найти ребенка Марфы? Да. Ведь она ему такая же дочь, как вы и Соня. Вы же понимаете, зачем он хочет найти Анастасию? Понимаю. Но вероятность получить сестру, которая мать сумасшедшая, меня не привлекает. А что если Анастасия вовсе не ваша сестра? Что если она... Это я? Ну, тогда я... Ну, я брошусь с обрыва. А я вас поймаю. Что с нетерпением? Господи, она приходит к тебе. Слава Богу. Лиза, беги за доктором, я побуду с ним. Слушай, вот теперь все будет хорошо. Вы только что сделали мне предложение? Нет. Ну, что вы. Это вы сделали мне предложение? Я? Я ничего подобного вам не делал. Как же мы быстро все забываем. Ах, вот оно что. Вы имеете в виду то утро, когда я застал вас в своей собственной спальне? Ради Бога, Владимир. Не делайте вид, что вы этого не помните. Было полнолуние. Вы предложили мне стать вашей женой. А я сказала, что подумала. Я подумала. Я согласна. О, Господи. Только не это. Вы не можете быть моей женой. У вас мания величия, не так ли? Не шутите так. Я могу быть очень хорошей женой. Вы даже оставаться здесь не можете. Полина знает вас, Ольга. Так освободите ее. Или сделайте ее известной крепостной актрисой. Защитите меня. Позаботьтесь обо мне. А я позабочусь о вас. Ну, что доктор Штерн там делает? Маменька, имейте терпение. Сычиха сказала что-нибудь, когда очнулась? А вы боитесь, что она расскажет какие-то ваши тайны? Лиза, что ты говоришь? Побойся Бога. Какие тайны? Я просто хотела спросить, как человек попросил ли воды? Как очнулся? Боже мой. Нет, она ничего не сказала. Просто посмотрела на нас. Доктор, ну как она? К ней можно пойти? Не сейчас. Ей нужен покой. Я просто спрошу, как она себя чувствует? Сычиха слишком слабая. Ее нельзя сейчас тревожить вопросами. Мы должны дождаться, когда к ней вернутся силы. Дай Бог, чтобы выздоровела. И рассказала бы твоему отцу о его пропавшей дочери. Так что ли? Что вы? Я совсем не это имела в виду. Я хочу, чтобы она выздоровела. И только... А почему ты так привязана к сычихе? Я бы сошла с ума, если бы узнала, что по моей вине кто-то погиб. Я пошлю за Дмитрием. Пусть разыщет князя Долгорукого, обрадует хорошими новостями. Нет, 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 не надо. Князь сейчас вернется. Тем более, с сычихой нельзя разговаривать. Не верю, извините. Не верю, что вы имеете тайные сведения о его высочестве. И тем не менее, он был, что вы персону государственной важности. Не горячитесь, Карл Бодестович. Я готов выслушать ваше сообщение. И не безвозмездно. Цена будет зависеть от важности сведений. Их важность будет сложно переоцелить. Цена будет значительной. Должен вас огорчить. Не имею привычки носить с собой значительные суммы денег. Ну, что ж мы. На нет и суда нет. Карл Бодестович, ведь это вам нужна моя помощь. Могу и обойтись. Не лукавьте. Это же вы подошли ко мне. Ну, все расчеты потом. Откуда такие сомнения? Но ведь не раз бывало, Андрей Платоныч. Не раз бывало. Кто старое помянет. Хорошо. Вот и славно. Но дело действительно государственной важности. Да, да. И помните, когда мы вместе, мы сила. Не так. Ольга Калиновская жива. Совершенно жива. Я сам ее видел. Она покончила с собой в присутствии нескольких свидетелей. Свидетели живы. Я не знаю, что за фокус они там разыграли, но... Госпожа Калиновская под видом крепостной живет в поместье барона Корфа. Я лично свидетель. Да вы понимаете, что это означает? Не забудьте об обещанном вознаграждении. Да мы с вами в двух шагах от таких денежек. За эту новость государь отдаст... Все, что угодно. Ну что ты молчишь? Одно твое слово и Татьяна здесь не будет. Твоя жертва здесь ни к чему. Еще не хватало мне чувствовать себя виноватой. Все хорошо. Мы скоро переедем в Петербург. Она останется здесь. И мы, наконец, будем счастливы. Да? Я не вовремя. Напротив. Сычиха очнулась. Бог милостив. Пойду поговорю с доктором. Ты чем-то огорчена? Все в порядке. Как дела у Александра? За ним постоянно следят. Этого и следовало ожидать. Что случилось, Натахар? Все хорошо. Помнится, ты говорила о предстоящей свадьбе с сомнением. Да. Говорила. А что сейчас? Сейчас. Все по-прежнему. Я люблю Андрея и хочу выйти за него замуж. Просто. Миша, я... Я не знаю, что мне делать. Делать? Делать что? Наташа, я твой брат. Ты можешь рассказать мне все? Слова тут не помогут. Думаю, я... Думаю, я тебя понимаю. Если мои предположения окажутся верными, ты просто кивни, хорошо? Ты... Ты переживаешь из-за Татьяны. Ты переживаешь из-за Татьяны. Таня, я потревожил тебя? Да так. У тебя золотые руки. Благодарствуйте. Скоро твоя свадьба. Никите есть что надеть? Варвара позаботится о нем. Хорошо. У меня есть для тебя предсвадебный подарок. Что это? Возьми. Вольно? Будьте свободны вдвоем. Втроем. Господи. Спасибо вам, Андрей Петрович. Таня, да что ты. Спасибо вам. Встань немедленно. Спасибо, дорогой. Встань, прошу тебя. Сычиха. Сычиха до сих пор в беспамятстве. Нечего было встревать. Ты понимаешь? Если она умрет, ты навсегда останешься здесь, в этой тюрьме. Если вы найдете Анастасию, мне совершенно все равно, что со мной станет. Тебе безраз... Мое кольцо? Ты до сих пор носишь мое кольцо? Ты подарил мне его как символ нашей любви? Верни мне его. А что, если я откажусь? Это кольцо моей матери. Оно должно быть в нашей семье. Я верну тебе его на одном условии, что ты передашь его нашей Анастасии. Я найду ее и передам. Но без твоей помощи я не обойдусь. Ты все знаешь? Да. Откуда ты это узнал? Не спрашивай меня об этом. Кто тебе сказал? Никто. Я сам догадался. И молчал. Почему? Ну, ну не сердись. Ну, пожалуйста. Лучше, как ты мог? Я так доверяла тебе. Прости. Это подло. Прежде чем спрашивать тебя, я хотел сам убедиться. Как убедиться? Увидеть собственными глазами? Наташа! Господи, как это гадко все. Поверь. Поверь. Я пытался поговорить с Андреем. Но он... Он так искренне говорил о своей любви к тебе. И все это оказалось обманом. Это не обман. Он действительно любит меня. Да, но не себя одну. Мне кажется, что в этом доме все все знают и смеются надо мной. Нет, ну что ты. Вот ловкач. Миша, не говори так о нем. Он твой друг. Это не оправдывает его поступки. Он достоин вызова на дуэль. Вот этого еще не хватало. Тогда надо расстроить помолвку. Миша, ну я же люблю его. Он тебя не достоин. Но расстроить помолвку это не выход. Но другого не существует. Мне кажется, это малодушие. Бежать при первой же трудности. К тому же Андрей так сожалеет о своем поступке. Ты права, сестренка. Андрей очень сожалеет об этом. И с Татьяной у них все кончено. Почему бы вам не начать сначала? Мне кажется, вам просто надо поскорее пожениться. Уехать в Петербург, тогда эта история, она забудется, как страшный сон. Ну, ведь так? Если бы ты знал, Мишечка, сколько раз я повторяла про себя эти слова. Что? Мне кажется, я не смогу. Я не смогу простить ему измену. Самое страшное, что матерью его первенца будет другая женщина. что? Андрей? Отец ребенка Татьяны? Что я могу тебе еще рассказать? Сычиха всегда была скрытной и хитрой. Ничего никому не рассказывал. Но должно быть. Должно быть хоть что-нибудь. Ты понимаешь, любая мелочь, любой пустяк может нас привести к цели. Сычиха должна была завернуть ее в одеяльце, на котором я вышила букву А. Думала, если родится девочка, назову Анастасией, а если мальчик, Алексеем. Так, хорошо, хорошо. Еще, Марфа, еще. Ой, Петр, она была, наверное, такая красивая. Марфа. И личка ангельская. О, Боже. Петр, я умоляю тебя, найди ее. Верни ее мне. Ну, все, все, все. Все, Ольга, все, хватит, хватит. Не стоит расточать на меня свои сантименты. А вы снова меня удивили. Впрочем, вы ведь уже ответили мне отказом. Каким отказом? А вы не помните? Та самая ночь, полнолуние, я целовал вас всю. и предложил вам выйти за меня замуж. И вы ясно сказали мне? Никогда. Ни сейчас, ни потом. Только не говорите мне, что вы забыли. Да, 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 да. Я помню. Только я думала, что вы поймете мой отказ правильно. Правильно это как? Я хотела, чтобы вы настаивали. Добивались меня. Ах, вот оно что. Ну, где мне было догадаться? Ну, что вы. Вы же знаток женских сердец. Вы не первая, кто заблуждается на мой счет. Хватит. А если я серьезно хочу связать с вами жизнь? Тогда вам придется долго ждать. Ну, почему? Мы же хорошая пара, Владимир. Ни одного дня в вашей жизни вы не были хорошей, Ольга. Но ведь ваше сердце свободно. нет. Я люблю Анну. Миша, я думала, ты все знаешь. Андрей не просто ловкач. Он подлый, изворотливый лгун. Миша, я прошу тебя, я не успокоюсь. Татьяна поспешно. Татьяна поспешно выходит за Никиту, а он уже умудрился. А он уже умудрился отравить тебе жизнь. Что же будет дальше? Мы сами во всем разберемся, если ты не будешь вмешиваться. Не вмешиваться? Он лгал тебе. Разве ты готова когда-нибудь забыть это? Но ты же смог простить Анне, когда узнал, что она крепостная, а не дворянка. Но я не простил ей того, что она пришла в спальню к Корфу. Разве я был не прав? Я не знаю. Я не знаю, Миша. А если он на этом не остановится? Этого больше не повторится никогда. Лиха беда начала. Я выйду замуж за Андрея. Я люблю его. И мы будем счастливы. Мы будем счастливее всех на свете. Ты понял? Господи, Таня! Присядь. Что это с вами, Андрей Петрович? Я чувствую его. Да вы думаете тоже. Правда, я чувствую. Ну вот дива. Вы чувствуете, а я не чувствую. Он толкнул меня прямо вот сюда. Все вы придумываете. Он не толкается. А меня толкнул. Правда, ну я почувствовал, Таня, поверь. Ну давай, малыш, толкни еще разок. Ну? Ну не выставляй меня обманщиком. Барин там. В библиотеке. Просили не тревожить. С барышней беседуют. Мы даже знаем, кто это барышня. Прочь. Какого черта? Прошу прощения, госпожа Платонова. Прошу прощения, барон, но мы пришли засвидетельствовать свое почтение госпоже Калиновской. Вы в своем уме? Еще раз простите за бестеремонность, но поймите и нас. Не каждый день выпадает возможность приветствовать столь... Столь именитую даму? Да. Где мы можем ее видеть? Вон из моего дома. Немедленно. Простите, барон, но мы получили сведения о том, что вашу мимую крепостную зовут не Дарьей, а Ольгой. И фамилия ее Калиновская. Что за чушь? Госпожа Калиновская погибла. Как вам не стыдно, господа? Может быть и так. Но я обязан обыскать дом. Что вы, что вы, не нужно. Погодите. В этом нет никакой необходимости. Госпожа Калиновская была здесь, в этой самой комнате. Ой, что это? Я чувствую запах ее духов. А вы не чувствуете? Вы не чувствуете? Да-да-да-да-да-да. Это мои духи? Не уверен, не уверен. Совсем не уверен. Маша, что ты делаешь? ВОЗГРА Субтитры создавал DimaTorzok